Сотворили вот так вот. Творили ангелы. Хочу с этим не согласиться. Не нас это сотворили. Не нас? Совсем не нас. Ни Адама, ни Еву, ни... Адама и Еву, но не нас. А мы откуда тогда? Разберемся это. В тайной книге Иоанна. То есть, допустим, между тем, как была тайная вечер, и Иисус пошел в сад, когда он уже переоделся и был готовить в сад, к нему подошел Иоанн. И говорит, не понимаю, а вот почему Еву этого никак не уберут? Ведь он же шкодит-шкодит. Ну, чего ж Боги его не уберут наконец-то? И Иисус говорит, ну, пока мы еще даем Еву проявиться, чтобы он как можно больше пакостей надел, чтобы его гадостность была более очевидная. Это имели в виду Иуду из Кириота? Нет, и Иегову. И Иегову Бога? Ну да. Ну а кто же в роли Иегова? Обычная Иегова. Вы понимаете, что Иисус объяснял Иоанну разные нюансы? В частности, в Библии есть фраза, когда он обращается к фарисеям, он говорит, «Ваш отец дьявол, он лжец, и отец лжи, и человека убийца изначальный. И вы хотите не делать волю Божью, а исполнять вот то, что дьявол вам, отец ваш оставил». А дьявол это нам перевели. А там имелось в виду как раз и Иегова. Бог лжи, и вот как раз Бог Авраама, Исаака и Иакова, их прародителей, отец небесный. Это прародителей, Бог, евреев, там вот этих всех, да. Так а почему же они тогда все такие богатые и все такие... Разберемся еще с этим. И все брешут. Иисус. На нас в воде делают. Потому что он отец лжи, и он их отец. Слова Иисуса. Ваш отец там лжи от человека убийца. Иеговы. То есть детей Иеговы, да. Иегова, отец еврейский. Да. А Иисус получается что? Иисус проповедовал не поклонение Иегове. Хорошо. А как он вообще взялся? Разберемся. Давайте. Это слишком много. Давайте уже с происхождением евреев разберемся. А он вообще пришел со мной совершенно другое обсуждать. То есть, как бы, давайте не будем слишком много затрагивать, чтобы не размазать это. Да, не размажите. Так вот, получается, что Иисус призывал поклоняться не Иегове. Он призывал поклоняться Саваоту. Саваот это... Саваов. Сейчас это транскрибировали. Это как Цаваот, Цаваот. Саваов, Цаваот. Однако, это происходит от древнеиндоевропейского корня Сайват, что аналогично нашему слову Сяева или Свет. Оно же аналогично индусскому имени Шива. Оно же аналогично древнехетскому имени Всевышнего Сиват. Оно же позднее вошло в германские языки как Тиус, Теус, от чего, в принципе, и Бог. И оно же происходит от того же корня Сау, от которого происходит слово Слава, от которого происходит Солнце и много других солнечно-светлых слов. Наша Сяева, Сияния. Сияния, да. То есть, получается, Иисус не призывал поклоняться Егове. Это самый большой миф, который не подтвержден никакими фактами. Это просто вот они, перетасовывая понятия, переводя не так, не сяк, сейчас вот эти же свидетели Еговы говорят, что Иисус там сын Еговы, там все такое. Библией, апокрифами, это никак не подтверждается. Есть куча текстов в апокрифах, где Иисус конкретно говорит, что Егова это злобная такая зверюшка очень страшная, и что осторожно опасно буквально. Так они все затягивают, все лето затягивали. Но сейчас есть такой ученый, он уже старенький, правда, может даже уже умер, я, правда, это точно не уверен. Однако, зовут его Эрих фон Деникин, если вы общаетесь с интернетом. Ой, я несколько раз зашла, две ночи просидела и сказала, все, с меня хватит. Хотела бы вам посоветовать повторить подвиг. Да. И вести такой запрос Эрих фон Деникин. Можете, чтобы лучше запомнить, сделать себе аналогию, как Деникин, фактически. Запишите, Эрих фон Деникин. Интернет поймет. Можно записать, если не нужно. Можно, да? Только нет на чем. Моя записная книжка, это телефон. Что страшно? Ча, что-то найдем. Карандаш. Так вот, Эрих фон Деникин учился изначально в христианской штуковине, изучал Библию по углубленному курсу. И он пришел к абсолютному отторжению христианства после того, как прочитал все вот эти истории. Он пришел к такому выводу, что если Бог является настоящим Богом, вот тот Бог, который у нас в понимании должен быть Богом, всемогущее, высшее существо, абсолютный господин всей реальности, творец и так далее. Эрих фон Деникин пришел к выводу, что Богу не будет нужен космический корабль, чтобы летать над евреями. А Эрих фон Деникин читал факты из исхода, где описано, что когда евреи шли по пустыне, то Егова пребывал с ними. Днем в столбе дымном, ночью в столбе огненном. Помните это дело? У меня даже картинка есть, у меня даже все это есть. А взлет ракеты помните? Об этом нет. Даже в первый раз слышу об этом. Вот как Юрий Гагарин на ракете взлетал, помните? Столб огненный, если это ночь. А если это день, столб дымный. По Библии именно в таких столбах и летал Егова. В Библии даже приводится название его корабля. Он назывался Кавад. Вот если читать на еврейском языке, то там описано, что конкретно корабль Егова назывался Кавад. То есть и это описано. Иерих фон Деникин говорит, так, если, ну как, он вообще, ну не бог это, просто инопланетянин. Иерих фон Деникин, допустим, описывал, как к там пророкам являлись якобы божественные сущности. На основании Библии Джосеф Блумбрих, тот, что в нас работает, даже запатентовал несколько видов ракетных технологий. Потому что он просто с Библии это списывал и рисовал это уже в виде чертежа, как это должно выглядеть. Джосеф Блумбрих конкретно это всё описывал. Я знаю, что есть такие люди, учёные, которые, Эйнштейн, кстати, и многие учёные другие, которые просто считывали и приходило такое озарение, и люди просто делали открытие. Я сейчас не за озарение, а за то, что вот когда учёные с технической, не с вот этой вот больной на голову, фанатичной, нормально. Не с вот этой фанатичной точки зрения, когда Богу помолимся, Богу помолимся, 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 побоимся Его и так дальше, как нам хотят это внушить. А когда учёные как раз с научной разумной точки подходили к Библии, они понимали, что в Библии описаны технические устройства. Чертёж храма — это просто был сделан ангар для того, чтобы вот эта штука, на которой летал Его Акават, могла приземляться. И смотрите. Этого в интернете нигде нет. Есть. Труды Эриха фон Деникина. Эриха фон Деникина. Эрих фон Деникин. Можете взять его труды «Колесницы богов». Он как раз вот прямо на эту тему и говорит. Захария Ситчен туда же. Дальше ещё там, где уже телевизионщики. Сит-чен? Чен, да. Также проект телевизионщиков, которые собрали ряд вот таких полуспорных научных данных, называется «Античные пришельцы» или «Пришельцы древности». Ну, на английском «Антик Эллиенс». «Пришельцы древности» только надо на английском набирать, да? Да чего, набираете, хоть на таком. Угу. Просто получается, что в разных местах они то переводят как древние пришельцы, то как античные пришельцы. А на английском там подписано «Антик Эллиенс», что даёт и такую, и другую возможность. Хорошо. Откуда взялись мы? Кто мы? Мы – это мы. Мы – это дети богов. Мы – это дети богов, да? Открывая Эллисову книгу, мы можем найти фразу, что и даже слово о полку Игореве, которое, в принципе, многим на слуху есть, однако они не читали, о чём оно написано. Там сказано, что мы – это дети богов. Дети Перуна, дети Истанбога, дети Ляха, дети Крака, дети Крия, дети Хорса, дети многих других богов и даже Божьи внуки. Хорошо, откуда мы взялись? Кто нас ржал? Хорошо, расскажу. Что, одна Ева? Не одна Ева. И вообще не Ева. Ева ржала только демонов. Не понимаете? Я поняла, я поняла. И причём Ева вот ржала прототипы еврейского народа, а Лилит рожала конкретных тварей. В смысле тварей просто? Демонов, страшных, рогатых, хвостатых, зубатых, клыкатых, вот таких вот выродков. Потому что Лилит, если вы, допустим, у христианских каких-то спросите знатоков, даже в рамках христианства Лилит считается злобным демоном. По их преданиям Лилит, допустим, может младенца убивать. Потому что Лилит завидовала Еве, получается, что Лилит не родила ни одну достойную сущность. У неё всё одни выродки какие-то. Получается, что Лилит генетически творилась как дублика... ну, вернее, как пара Адаму, а вступали с ней половые отношения другие существа. Вступал Самоэль, вступал там тот же Ягова. И получается, от вот этого несогласованности у неё рождались твари. Ну, во-первых, слово «искра». Ты же знаешь? Ну, я читал ваши... Не читал, но лекции. «Искра» — это... «Искра» — здесь это тоже аббревиатура. «Истинная кра направленная частей царом». И здесь можно устроить такую вот как раз каноничную игру слов. «Искра» — берём её, пишем обратным прочтением. У нас получается «Аркси». «Ар» — обратное звучание от «ра», то есть, ну, живая частица «ра». «Икси» означает «дух». То есть, «искра» — это частица «ра», которая является духом, ну, и проявленная в материальном мире, и, соответственно, князем, допустим, потенциальным каких-то его частей. «Стан» — это название города, стандартной в древности. В принципе, здесь у нас находился Одесстан когда-то. Потому что, когда князья ходили на юг, они говорили, ну, воевать, воевать. Они говорили, идём Одесную, Чёрного моря. Правда, не Чёрного моря, но пока Чёрное море не трогаем. Короче, они говорили, идём Одесную. И потом здесь был ряд сёл, ряд городов. И, в частности, на территории нынешней Румынии был Одессстан. А на территории Одессы, вот южнее, был Одесс город первый. То есть, вообще первый город, который был здесь основан. И ты прав, что сказал, что это самое, Одесса важна. И тот Искоростан, который находился на территории, где сейчас Искоростынь, то есть, это Ольга вот как раз его назвала Искоростынем. Это, ну, такая вот негативная игра слов. Это вот как, ну, те же самые российские пропагандисты, они какую-то в Украине всегда хотят присобачить негативную окраску. И укры, они там изображают прямо как орка в своей пропаганде. Но вот так и Ольга. Ну, и с другой стороны, возьмём, как русские американцы, как американцы русских. Ну, это понятно. Противоборствующую сторону всегда пытаются выставить как-то совершенно не так. Если мы возьмём, как некоторые язычники выставляют христиан, они их тоже выставляют как что-то страшное, а христиане-язычников как ещё более что-то страшное. Поэтому Ольга его переименовала в Искоростынь. Ольга его сожгла. Искоростан — это последняя столица именно Ратая. Ратая — это... Вообще слово «рата» означает справедливость. Слово «рата» означает порядок. Слово «рата» означает воля Ра. Рата — это одно из имён Рады, то есть великой богини мироздания. Ратой называлась наша прародина Ратая Гиперборея. Ну, с одной стороны она называлась Ратая, с другой она даже называлась Ра-та-сва-да, потому что она состояла из четырёх основных островов. Раян, Таян, Даян и Своян. Карту Меркатора как-то уже подалась? Нет. Жаль. На карте Меркатора эти острова изображены. И на сайте, и в интернете, и даже в гугле ввести карта Меркатора. И там выпрыгнет их десяток с половиной. Или по электронной почте я пришлю готовящуюся переработку одного из старых текстов про Гиперборею. Короче говоря, эти данные есть. 24 тысячи лет назад последний из островов Ратая затонул. Тогда, после Великого... Там даже нельзя сказать, что после. В ходе разных обледенений, которые начались 35 с половиной тысяч лет назад, Ратая затонула полностью. Наши предки по Уральским горам переселились на нашу территорию, которая была названа новой Ратайей. Вот это территория, на которой мы сейчас живем. Ну да. Это с Урала по Карпату, да? В большом понимании это с Урала где-то по Эльбу. Где-то с Урала по Эльбу. И где-то от Карелии до Греции. Это в большом понимании. Но в маленьком понимании это от Вислы до Днепра. И от Припяти до Днестра. Это вот то, что называлось Аррата. Если мы возьмем шумерские тексты, шумеры часто описывали общение с великой страной, великой богиней, которая называлась Аррата. Позднее арабы также описывали. То есть Аррата – это название нашей страны. Здесь еще проблема в том, что вот эта вся большая территория, о которой я раньше чуть-чуть сказал, после Великой Можебожной войны, эта территория была раздроблена на разные царства. Даже империи. И соперничала Кемерийская династия, Скифская династия, Сарматская династия, появилась Антская династия. Короче, это все привело к тому, что тысячу лет назад в Киеве сидели уже, можно сказать, вражеские ставленники. А Аскольд – вообще ничтожество полное. Он хотел крестить Киев. Он хотел не Владимира? Владимир, получается, уже сделал это? Владимир намного позже был. Сначала в Киеве завелось чудовище по имени Аскольд. Вообще, Аскольд, он происходил из Таврии. И он был внучатым племянником одного из последних представителей Босфорской династии Спартакидов. Спартакиды, они считали себя законными вообще господами Таврии и Босфорского царства. Но они были выгнаны другой династией. И один из последних представителей царской династии Спартакидов, Саумаг, он даже стал всемирно известным как Спартак. То есть его, потому что когда его династию свергли, его продали римлянам в рабство. А он там кроме физического боя знал еще кучу других нюансов. Поэтому во время драки он сначала чакры ломал, а потом уже трупу символично к морде подносил кулак. То есть все было до этого еще? В драку? Ну что здесь такое. Потому что вот как раз династия Спартакидов, они сохраняли древние знания о том, как дистанционно ломать все внутренние энергетические центры. И получается он уже труп бил в конце. Он вот организовал восстание, то есть это отдельная история. Но один из его далеких-далеких потомков, точнее потомков его брата, он уже был просто военноначальником скифскому правителю Таврии, Крыму. Его в детстве то ли в рабство, то ли как, поймали греки, и он был крещеный. Он уже фактически получил от них образование, он с трудом на славянском языке говорил, он с трудом на славянском языке писал, поэтому он из 64 оставил 58 буквиц. 5 он выкинул. И он сначала ввел поголовную христианизацию в Крыму и фактически оторвал его от славянских территорий. А позднее он даже в Киев попытался залезть. Некоторые современные астрологи считают, что, возможно, Аксёнов – это и есть его перерождение. Ну, здесь это отдельное чудесное. Так вот, он первая скотиняка, которая полезла навязывать христианство в Киеве. Рюрик, которого перед этим ещё призвал Гастамысл, Гастамысл был последним князем новгородской регентской династии, которая была тоже далёким ответвлением Рюриковича. Детей Гастамысла убили на войнах, поэтому, ну всё. А он уже старый, уже плодиться поздно. То есть бизнес-следник. Да. Он призвал Рюрика. А Рюрик, с ним была проблема, что его княжество захватили христиане, поэтому он просто возглавлял несколько кораблей с викингами и сбродом, короче, всем балтийским. И этим балтийским сбродом он набегал на английские, французские, немецкие города. Ну, прибрежные, соответственно. И он там и епископов жарил, и много чего другого интересного делал, но когда его призвали на княжество, он пошёл. Потому что законность у него есть. Приёмственность у нас тоже. Да. А там как раз не было. Больше того, новгородцы не то, что чужого князя взяли. Новгородцы, наоборот, себе лучшего князя взяли, потому что Гастамысл был потомком регентской династии, а Рюрик именно династией правителей. Итак, Рюрик, он в Киев так и не добрался. Он только в Киев послал Олега. Олег в Киеве навёл порядок. Ну, ему приписывают убийство Аскольда и Дира, но это не совсем так. Их местные убили. А он уже пришёл просто местным сказать, что вот у нас князь есть, давайте под него. Также он привёз малолетнего Игоря. Малолетнему Игорю он дал то ли свою сестру, то ли свою дочь Ольгу. Ольга была чуть старше Игоря. Игорь один раз в Искоростане попытался взять двойную дань. А получается, на то время Русь, она хоть в округе формировалась, но Искоростан и Рата непосредственно, которая вокруг него, оно считалось как своего рода Ватикан, то есть как автономия такая, именно духовная автономия. Сейчас, кстати, тоже упорость духовная, какая-то автономная. Это экономическая зона. А тогда вот даже во времена всех скифских войн, во времена всех этих дел, германцы, допустим, через Ратаю проходили, когда Германарих, Алдорих и все остальные, они ни один город не палили. С Бусом они воевали страшным путём, они Буса распяли, они его, всех министров распяли. Потом за него мстили, германских князей перевешали, одного князя четвертовали и так дальше. И вот, если надо, эти армии пропускались через территорию Ратаи, но они никогда не нападали на города и старались даже обходить. Никто не трогал. Игорь что сделал? Игорь попытался взять двойную дань. Здесь сложная ситуация. Начинается с того, что искростанские верховные рахманы предложили Рюрику все регалии Магаксенеса, то есть верховного императора Ратаи. Ну и Скифи, и других территорий, на которые он и генетически, и так дальше, имел право притязания. Для этого он должен был приехать в Искрастан и пойти там, пройти обряд, соответственно. Ну и принести присягу, и так дальше. Рюрик послам сказал, чтобы они, в принципе, подтвердили это дело, но сам по состоянию здоровья не смог прийти. И Искрастан платил ему как бы не то, чтобы дань, а Искрастан ему как бы платил на то, чтобы он сохранял свое войско из варягов, на то, чтобы он строил новые крепости. Как десятина. Нет. Здесь десятина платится в другом порядке. Искрастан ему просто платил, вот как на развитие. Вот как тут была женщина, которая про Одессу рассказывала, то она рассказывала, что в первое время, когда Дюк Ришелье Одессу расстраивал здесь, то в имперский бюджет Российской империи практически ничего еще не шло. Как бы они, можно сказать, таким путем. С одной стороны, выделяли ресурсы на то, чтобы Одессу строить, с другой стороны, ничего не имели. Вот так и Рата, ее столица Искрастан, выделяли на Рюрика, для того, чтобы Рюрик утвердил свою княжескую власть и соорудил мощное какое-то государственное образование, во главе которого можно будет противостоять с одной стороны поползновением западных крестоносцев, с другой стороны поползновением хазар и с юга поползновением греков. То есть, обезопасно. Ну да. Мирный контракт. Не мирный контракт. Скорее, можно сравнить с наемным трудом или чем-то таким. Или целевыми вложениями. То есть, они в него вкладывали для того, чтобы он был полезен всем славянам. Потому что, к примеру, вся территория Германии, это также славянская территория. Но её вырезали всех славян. Славян заставили забыть, что они славяне. И такое это шло планомерно. Иллирийцев вырезали. Южных славян начали резать. В принципе, болгары выжили, даже точнее сказать, славяне на территории болгары выжили только потому, что под натиском Хазар другая часть именно булгар, кубанских булгар, одна часть пошла на Волгу, другая часть пошла туда, где сейчас Болгария. И там они совместно с славянами воевали с греками. Потому что греки тех славян хотели тоже вырезать. Поэтому духовенство из Крастана хотело, чтобы Рюрик, как мощный военачальник, потому что на Балтийском и Северном море Рюрик себя показал как тот, кто имеет даже один корабль, может спалить несколько городов. То есть бесстрашность. Без труда. И бесстрашный, ну не бесстрашный в плане глупый, а тот, кто поймет как и не побоится, понимая, что он победит. Потому что Рюрик прекрасно там создавал такие ситуации, что они пошли ловить их на береги, а Рюрик речкой оставил, вернее, в море свой корабль, а на маленьких лодках речкой добрался до крепости, взял крепость, и войско пошло, но думает, корабль стоит и стоит, стоит и стоит. Войско возвращается домой. Дом уже давно сгорел, уже епископ зажаренный висит, уже все хорошо. Вот так. И много, допустим, в западных хрониках его называют Эрик Кровавый, потому что он многих христианских деятелей препровождал на нижние планеты. Короче, они понимали его чрезвычайнейшую подчеркнутую важность. И они хотели, чтобы он установил мощную власть, и почему славяне подвергались таким нападениям. Потому что в ходе всех этих войн не было единого центра. Вокруг Киева, да, это была Русь, вокруг Новгорода это Славия, там была Туровская земля, то есть каждый сам по-своему. В Польше своё царство, ну, каждый сам вот. И соседа режут, а эти говорят, а чего мы, они тогда с нами воевали, а вот те с этими воевали, они с ними дружили. То есть, ну, полная разобщенность. Вот духовенство из Крастана хотело это всё соединить. Поэтому, соответственно, они вкладывали в Рюрика его династию. Но Игорь уже об этом не знал. Когда эти все договора заключались, Игорь вообще ещё даже на свет не появлялся. Он ещё где-то там в виде призрака над Рюриком ходил и только ожидал, пока Рюрик зачнёт его в виде нового уже человека. И Игорь, то ли по злому научению кого-то, то ли как, он потребовал больше, чем ему давали, в двойном размере. То есть здесь, и он уже неправильно это понимал. Он понимал, что как подчинённые племена ему подать и платят, так и эти ему подать и платят, потому что платят же. Он потерял вот это понимание. Его за это убили. Ну, за то, что он вообще бред какой-то творит. Причём, что был другой сын Рюрика, который в то время остался в Новгороде. И они такие посовещались и думают, ну, зачем? Этот какой-то дефективный. Берём, позовём того. Однако Ольга, она пошла как раз на Искоростан. Ольга обманным путём сожгла Искоростан. В целях идеологической подмены и такой дискредитирующей пропаганды она его переименовала в Искоросты. Ну, Короста, короче, какая-то. Искоросты изошлись, или что она... Или Искоросты они появились. Я не знаю, что она имела в виду. Но его древнее название это Искоростан. Стан — это просто другая версия, как город. Но здесь имеется в виду не просто город. Город — это ограждённый. А Стан — это не обязательно ограждённый. Если взять, сравнить Аркаим и Трипольские города, между ними разница только в том, что Трипольские города не обносились к стену. Им не нужна была стена, так как не было тогда здесь врагов никого. Также само Искоростан, он не был градом, потому что он не был ограждённым. Его не надо было ограждать. Позднее там уже рудиментарная какая-то ограда появилась, но уже не было смысла называть его «Искроград» какой-то. Ну, мы уже привыкли. Зачем? Если берём Полесье. Полесье не только Искоростаном славно. В Полесье когда-то ещё было Ведьенгороде. Это очень древняя местность, которая находилась как раз в Припяти. Там 7 с лишним тысяч лет назад воплотился Саагаст. Саагаст — это воплощение Всевышнего. Он известный как Рама в индусской традиции. Он как раз ходил на Ланку и секербушкировал товарища Равана, первого раввина на нашей планете. Вот мы возвращаемся к вопросу наших домашних инопланетян. Вот на Ланке как раз они и жили. Ну, очень злобный один из них был и вредил всем окружающим. Поэтому Рама его тоже помог ему перестать мучиться и других мучить. Рама оставил поучение, которое называется поучение Саагаста, потому что к нему собиралась куча рахманов и других священников, и даже воинов, ну, короче, разумных людей. И они его спрашивали, а как будет так, а как будет этак. Мне очень отметилось там такой нюанс, что они как не верили ему, они его постоянно спрашивали, ну, а где же мясоеды возьмутся? Ну, как, на нашей земле, ну, как? Мясоеды? Ну, что, прямо мясо будут есть? Я это во многих поучениях Саагаста заметил, что рахманы задавали именно направляющие такие вопросы, и это показывает, что они не могли себе это представить даже. Что вот на нашей земле и будут мясо есть. Может, если бы мы жили в тундре какой-то, или в Сахаре, где ничего не растёт, они, может, ещё бы согласились. Ну, тогда на нашей территории росло столько всего. Например, вот между шелковицей и виноградом была куча разновидностей, которые существовали. А сейчас даже у нас не виноград, а у нас греческий виноград. Ну, так или иначе, нашего винограда сейчас нет. Вот того, который наш, который был до христианизации. Который на этих землях хорошо растёт. Да. Шелковица ставили. Ну, да. А наш, как бы, виноград, он был именно деревом, на котором росли такие грозди. Ну, а зёрна на них были более сгруппированы, вот как на шелковице. Ну, как-то так. Ну, я понял. Просто если вот так сравнить виноградную гроздь и шелковицу, можно даже сейчас заметить... Ну, и краймаха, да. Да. И вот как раз наш виноград, это такое здоровезное дерево, на котором растут где-то такие грозди, где зёрна очень близки друг к другу. Ну, и так дальше. Ну, такая шелковица. Ну, понятно. Примерно. Поэтому, ну, не могли. Пшеница, куча разных... Амарант. Из него чего только не делали. Амарант вообще считался как одно из важнейших растений. Его название в честь сына Шукра Рахмана. То есть, отрицающий смерть, сохраняющий от смерти. Там напитки из амаранта, меды из амаранта, одежда из амаранта, там хлеба из амаранта. Я не знаю, чего из него не делали. Вот просто. А в текстах время от времени попадаются все эти мне штуки. Я понимаю, насколько его почитали, насколько его использовали. Сейчас, вот что из него делают? Ничего. Ну, чего-то. Только недавно появилось проскакивать какие-то рецепты. Да, где-то что-то проскакивает. Где-то какая-то одна частная фирма по супердорогим ценам продаст два зёрнышка этого амаранта и скажет «радуйтесь». Ну да. Но, по сути, это ничего. Это вот как с бездорожжевым хлебом. Что можно прийти, где хлебами вся комната уставлена, и бездорожжевого хлеба-то и нет. А почитаешь происхождение бездорожжевого хлеба, кажется, что там такая заразливая закваска. Что уже может дерьма поесть, будет менее вредно, чем того. Но это мы всё возвращаемся к тому, что Саагас давал наставления свои. И он настолько вывел на новый уровень тех, кто рядом с ним жили. Конечно, современные материалисты в это могут не поверить. Они могут посчитать, что это имелись в виду как раз какие-то небольшие островки, которые затонули в Припяти или что. Но по ведическим конкретным текстам в Припяти находилась территория размером с Казахстан где-то. А может и чуть больше. Ну, не гарантирую. Ну, как бы как Франция, Германия и кусок Польши ещё. Описывалось, что от Припяти, можно сказать, вернее наоборот, от источника Припяти идёт река в одну сторону, идёт река в другую сторону. И потом они, огибая огромную эту область, они сходятся в одном месте и впадают в гнепр. То есть, получается, вся вот эта огромная территория была как бы внутри Европы островом таким. Даже не то, что внутри Европы, а внутри Припяти. Хоть по ведам вот конкретно описано, что она была огромной. И описано, что эта территория настолько духовно просветилась, что она просто ушла с материальной плоскости. Вот это я слышал, есть такая книга, я где-то читал, Плутония называется. Там как раз описано, земля Санникова такая. Ну, то это издевательство над Гипербореей, земля Санникова. А вот это наша территория. И это вот над Полесьем, можно сказать. Полесье от того, что там жили поляне. Поляне – это древнее название аревычей, которые жили как раз в центральных областях Гипербореи. Там, где сильно палил свет от Мары. Мара – это гора, которая находилась на центральном острове Гипербореи. Это был потухший вулкан, поэтому и назывался «В честь смерти». Но эта гора была обтёсана и покрыта золотыми листами. И таким путём превращена как бы в пирамиду. А с другой стороны, через эти листы энергию собирали и использовали в разных нуждах. В этой пирамиде, получается, собиралась и солнечная энергия через листы, собиралась и энергия лавы самой, и собиралась и энергия ветра, и энергия воды, потому что было так сделано, что четыре реки, которые впадали под Мару, гору, они там впадали разными устами, и там было много внутренних водопадов. Они приводили тоже всё это дело в движение. Поэтому Мара была очень мощным и природным, и одновременно технологическим элементом. И вот те внутренние районы Гипербореи, которые жили вокруг неё, арэвычи там назывались Поляне. А отсюда позднее Поляне, Поляки, Полоцк, Пелазги и так далее. Но эта гора примерно сейчас, она на этом плане существует? Затонула. То есть она, по сути, одна из гор хребта Ломоносова. Ну, Ломоносов его не создавал, но назван в честь него. Я не гарантирую, какая из гор, здесь нужно проводить картографические сравнения. Но Гиперборея, она как раз находилась там, между Гренландией, Северной Америкой, между Шпицбергеном и Евразией. Всё это на картах есть. На карте Меркатора всё прекрасно показано. Герхард Крамер Меркатор, он брал эту карту из ведических источников. Он известный был в Европе, с одной стороны, как гениальнейший картограф, отец картографии, отец картографической проекции, который пользуется до сих пор, несмотря на GPS. И в какой-то степени GPS ему также обязан. С другой стороны, он был известный как оккультист. Его один раз Инквизиция чуть не отправила на костёр, а его любовницу закопали заживо за то, что она читала Библию. Потому что тогда нельзя было, с одной стороны, веды нельзя было читать, а с другой стороны, Библию тоже нельзя было читать. Потому что, ну, человек бы как это всё прочитал, то он бы сказал, всё-всё-всё, я уже не христиан, всё хорошо. Ну а как, там же этот зловредный описывается, который евреев змеями посыпал, который евреев мутагенной отравой кормил, который там говорил, вот я вас вывел, я вас 40 лет по пустыне таскал, а теперь вы в землю обетованную не пойдёте, вы все здесь попередохнете, а туда только уже выращенные от вас биороботы пойдут. Там это в Библии прямым текстом описано. Чуть не такими терминами, но если не воспринимать это как мега-священные, заумно-непонятные истины, а воспринимать в контексте реальной истории, и, так сказать, Бога воспринимать именно как деспота, то получится Сталин и Гитлер – это просто махатма Ганди какие-то в сравнении с Яговой. Я не помню, чтобы Гитлер заставлял всех немцев поголовно жрать какую-то отраву под страхом смерти, а Ягова делал. Я не помню, чтобы Гитлер, к примеру, Геббельса облучал радиацией до полусмерти, а Ягова Моисею сделал. Я не помню, чтобы Гитлер убивал, допустим, детей Геббельса того же самого, а Ягова по отношению к Аарону это сделал. Ну, там, короче, много таких примеров. Это Аарон и Моисей – это два были, да? Два брата, да. То есть Моисей как принимающий, а Аарон как вещающий, да? Ну, и Моисей и вещающий. Просто, получается, Моисей был как верховный лидер, а Аарон как просто церковный лидер. Эта ситуация сохранялась в христианских землях везде. Допустим, короче... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok